Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро. Извиняюсь за опоздание. Сегодня была длинная молитва, и поэтому я опоздал, потому что позже перешел. Хорошо, дорогие друзья, все. Мы продолжаем изучать Тору. Сегодня у нас день, который называется Юд Бетевет. Юд это буква такая, да? Буква, десятая буква алфавита от самого начала, и Юд это десять. Буква Юд, она самая маленькая буквочка такая, Юд, и такая как точечка, запятая, и обозначает она десятку, это очень интересно. И имя Всевышнего, оно начинается, то имя, которое не произносится, оно начинается с этой буквы Юд. Юд и ее числовое значение десять. Ва, вторая буква, тоже непроизносимая, его числовое значение шесть, потом Юд, потом буква Эй, это пять его числового значения, Юд Эй, Ва, Ва, Вей. Наоборот, Юд Эй, значит, десять, пять, Ва, В шесть, Эй, еще пять. Всего получается двадцать шесть, числовое значение имени Всевышнего, двадцать шесть. Хорошо, друзья, значит, сегодня, я не буду сейчас про пост останавливаться, потому что опоздал уже, начинаю сразу с очень важной такой темы, на сегодняшний день приводит книга, вот эта, которую мы изучаем, Хитас, приводит такое размышление Цемах Цедыка, был такой, любая часть рэбы, один из рэбы, Цемах Цедык его звали. Да, всем шалом, Бодиртов, доброе утро. И, значит, есть такой отрывок, есть такой отрывок в Торе, значит, который звучит так, Азав Раша Дарко, Азав Раша Дарко, Вэиш Авон Махшаватав. Значит, злодей, пусть оставит свой путь злодейский, то есть, злодей, это тот, кто уже делает зло, да, то есть, есть, у зла есть разные-разные проявления, да, есть злодей, прям реальные злодеи, есть люди, которые там вообще убийцы, не дай бог, маньяки там и так далее, это зло, ну, конкретное зло. Теперь, значит, говорит нам отрывок этот, что пускай оставит злодей путь его, злодей это тот, кто делает. И, значит, что, Вэиш Авон, а человек грешный, он еще не злодей, но он грешит, он там ест некошерный, еще что-то, махшиватав, свои мысли. Ну, это, как бы, известно, все понятно, значит, вначале человек грешит мыслью, потом словом, потом действием, с этим понятно. Теперь, но здесь есть еще один момент, вот этот вот Цемах Цедак сказал одному хасиду, к нему пришел один хасид и говорит, меня никто не уважает, вот в Бэтмитраши я прихожу в синагогу, в дом учения, где учат Тору, меня не уважают, прямо вообще, а ему говорит Цемах Цедак, вот этот отрывок, его можно считать, ишь, не оон, не человек грешный, а человек он, он это сила, а сильный человек свои мысли оставит. Он ему говорит, смотри, говорит, почему тебе кажется, что тебя никто не уважает? Потому что, когда ты считаешь себя важным, да, в своих глазах, то люди, они нарушают твою важность. А почему ты считаешь себя важным? Потому что ты считаешь свое мнение однозначно правильным. Человек, который держится за свои мысли, вот он говорит, я знаю, я уверен, на самом деле, абсолютно точно, все должны делать так, то есть, человек, который за свои мысли держится и сильно держится за свои мысли, да, вот я раньше так держался очень за свои мысли, у меня был период, когда я считал, что я, это мои убеждения. Я очень спорил за каждое убеждение, я обижался, когда со мной не соглашались, то есть, когда человек отождествляет себя со своими мыслями, а мысли, он, как бы, однозначно в них уверен, да, сильно, очень уверен, то его все время будут другие люди задевать, то есть, чужое мнение, которое опровергает его мысли, оно будет восприниматься им как нападка, как нападка. Смотрим, как сейчас, я думаю, что может быть сейчас лучше стало, мобильный интернет, посмотрим. Значит, еще раз, смотрите, понятно, да, эта идея, то, что ему сказал ЦМ Ацеток, то есть, человек, который держится за свои мысли, то он все время будет чувствовать, что у него война с окружающими, потому что окружающие не согласны с его мыслями, кто сказал, там, что он прав, ведь абсолютно истины ее практически нет, все живут в субъективной реальности, в каких-то субъективных взглядах на жизнь, на мир, в субъективных правилах, и если человек отождествляет себя со своими мыслями, то ему будет казаться, что все его задевают, не соглашают, не согласия, он будет воспринимать как личную обиду. Я вспоминаю один из таких анекдотов, когда папа сыну объясняет эту идею и говорит, сыно говорит, вот человек, который считает, что он абсолютно прав, хоть в чем-то, да, он, скорее всего, дурак, идиот, потому что все субъективно, и нет абсолютной истины, если бы она была абсолютно истинной, все бы с ней были бы согласны, значит, есть субъективные какие-то идеи о жизни, а тот, кто считает, что он абсолютно прав, он идиот, сын его спрашивает, папа, ты уверен в том, что ты говоришь? Он ему говорит, абсолютно точно, абсолютно точно, ты что, конечно, сто процентов уверен, да, вот такая вот парадоксальная история, значит, хорошо, двигаемся дальше, дальше мы сегодня пришли к моменту, мы пришли к моменту, когда, когда, Иосиф привел своих сыновей на благословение к Якову, к своему папе, Яков уже умирал, мы уже вот последние два дня об этом читаем, и, значит, мы вчера остановились на том, что Яков перекрестил вот так вот руки, положил правую руку на младшего, на Ефраема, левого на, на Минаше, и увидел Иосиф, что папа его перекрестил руки, правую на голову Ефраема, и это было плохо в его глазах, тоже мы видим, как повторяется история, когда сказал, когда Сара сказала Аврааму выгнать Ишмаэля из дома, то написано в Торе, что это было плохо в глазах Авраама, то есть, и здесь написано Ваера, Бенеф, в глазах Иосифа, ему тоже не понравилось, что его младшего сына благословили перед старшим, и он взял руку папы и хотел ее убрать с головы Ефраема и переложить ее на рожь Минаше, на голову Минаше, и сказал Иосиф своему папе, не так папа он ему говорит, что вот этот первенец, да, Минаше первенец, и положи, положи правую руку ему на голову, он думал, что папа может не видел, может быть, как-то перепутал, Ваимае навив, и отказался, папа его, да, Яков отказался, и сказал, я дати бни, я дати, он говорит, знаю я, сынок, знаю, то есть, ты что думаешь, я не знаю, ты знаешь, тебе кажется, что вот так надо сделать, а я тебе говорю, знаю я знаю, я сделаю по-другому, значит, Гаму, вот этот тоже, который первенец, Минаше, будет большим народом, и он очень много вырастет, Устная Тора нам объясняет, что от Минаше, с коленами Минаше, прошли, было пять царей, с коленами Минаше, над еврейским народом, и были великие, там были великие, в народе Израиля, был Дидон такой, был Дидон, один из судей, Дидон был судья, а не царь, и он как-то спас весь еврестий народ, и говорит Яков, я знаю, что первенец Минаше, тоже он будет великим народом, но брат его младший, Ифраем, то есть, он вырастет больше, чем он, и его потомство будет больше его, как бы больше от него будет народов, да, будет слава наполнится все племена, что имел ввиду, что имел ввиду Яков, и тоже вот интересная вещь, вот он видит перед собой двух сыновей Юсефа, обычный человек, он как видит другого человека, он его видит в, ну просто там, волосы у тебя какого-то цвета, а у тебя другого цвета, у тебя курточка там вот с пятнышком, а у тебя курточка без пятнышки, то есть, обычный человек, он рассматривает другого человека очень внешне, более внимательный человек, он всматривается в его, более, как бы он его воспринимает, какая от него идет энергия, да, говорят, по одежке встречают, по уму провожают, более внимательный человек, он подключается уже там к словам, к выражениям лица, к каким-то там энергетическим, да, вещам, то есть, это более внимательные, теперь, Яаков, он видел его духовным взглядом, и он видел не просто его, он видел каждого из них, какой у него потенциал на поколение, то есть, человек, это очень интересная такая мысль, это же не только он, человек, он цепочка в звеньях, да, целые-целые поколения, целый род, сейчас есть очень много систем, там всякие родовые системы, есть Хеллендера, называется расстановки, семейные расстановки Хеллендера, да, когда там вот эти вот все семейные связи, они все каким-то образом достаются и учитываются, и вот Яаков, он видел двух сыновей Йосефа именно во времени, и он говорит, вот из этого, из младшего, из Ефраима выйдет кто? Йошоа беннун, Йошоа беннун это ученик Машера Бейну, который после Машера Бейну, после Моисея он стал главой еврейского народа, именно он завел еврейский народ в землю Израиля, и для него Всевышний делал чудеса, и Йошоа беннун был невероятно влияющий на мир, на все мироздание личностью, и поэтому сказал Яаков, когда их увидел, он увидел, что именно из Ефраима пойдет Йошоа беннун, и он сказал, что Я благословляю Ефраима больше. Представляете? Теперь дальше. Ваевархэм ба Йомау говоря, и благословил он их в этот день, говоря, Беха и варех Исраэль. Он сказал, в тебе, значит, будет благословляться, тобой будет благословляться Исраэль. Именно вот из этого, представляете, два слова в Торе, три, Беха и варех Исраэль, в тебе благословится Израэль. Он сказал Ефраиму, и что? И дальше он произносит то благословение, которое каждую пятницу все евреи, стерилидиозные мужчины благословляют своих сыновей. Он сказал так, Ясимха, Элоимка, Ефраим, Веке Минаше. Он сказал, вот так будут говорить всегда, и поставить тебя Бог всесильный, как Ефраима и как Минаше. В Ясэм, Эт Ефраим, Лефне Минаше. И поставил он Ефраима перед Минаше. Вот тут интересно, тут еще очень интересная такая вещь, что вот этими словами, когда он это все произнес, Яков, он установил реальность, что она стала именно так, что он передал благословение, которое у него было, вот это главное благословение, которое он получил от отца, от Ицхака. Он это благословение передал в начале Юсэфу, и передал его сыновьям Юсэфа. То есть он сделал, Юсэфа он сделал первенцем, и передал материальное благословение сыновьям Юсэфа. Это очень интересно, что, значит, потом, когда разделился Израиль на два царства, Израиль и Иуда, Иуда было очень бедное царство, а Израиль, которое было 10 калентом, было очень богатое царство, и им правили цари из рода Юсэфа. То есть вот это материальное благословение Яков передал сыновьям Юсэфа, которое он получил от отца, от Ицхака, которое он забрал, можно сказать, у Исава, благословение на деньги и на власть. А благословение, которое было у него, благословение духовное, да, он передал сыновьям Леи. Получилось, что Иуда стал царем, Машехом, и храм стоял, Иерусалим, это было где Иуда. А интересно, и колено Леви, колено Леви стало коленом священников, которые служили в храме. То есть вот так разделилось, духовное и материальное благословение, оно пошло по разным каналам. И интересно, что потом, когда ушли в первое знание, такое большое в Вавилон, то потом из Вавилона пошли евреи, вот Сфарадим, то что называется, они называют себя Бет-Юсеф, они называют себя Бет-Юсеф, дом Юсефа, называют себя Сфарадим, Бет-Юсеф. И, значит, есть мир Иешив, мир Иешив, где учатся, где это, ну, в основном Аштина Зим, литовские евреи, они полностью посвятили себя только Торе, только духовной работе. И получается, что это вот как раз с тех пор передается вот это чуть-чуть разные каналы, да, более материальные, это Сфарадим, они более, таки, привязаны к материальному миру. И Аштина Зим, мир Иешив, они полностью, как целый день учат Тору, и они пошли в духовный мир. А Хасиды, они соединяют вот эту вот высшую духовность, которая прям самая большая, и материальность. И они вместе это соединили, это Хасиды. Теперь, значит, и сказал Исраэль Иосефу, после этого. И на Анухимед, он говорит, все, я, говорит, умираю, я умираю. Ваяйла им, им ахэм, и будет Бог всесильный с вами. Ваишиват хэм, элерет савосэхэм. И Бог вас вернет, он ему говорит, Иосефу, в землю ваших отцов. Ваанина дадите, леха шхем эхат, аль ахэха. И я тебе даю, шхем это доля, и шхем это тот город, который захватил Якова его сыновья, после того, как забрали, изнасиловали Дину, то это город, который вырезали тогда сыновья Иосефа, Шимон и Леви. И он говорит Иосефу, я тебе даю шхем. Шхем переводится и доля, и название города. Аля хэха, больше, чем твоим братьям, который забрал я из рук Эмури, Бехарби, Убекашти, своим мечом и своим луком. И здесь тоже мы видим, насколько Тора, письменная Тора, она является неким таким кодом, из которого разворачивается новая реальность, такая духовная реальность. Вообще слова это, как ярлыки, которые пытаются выразить некую реальность, и когда мы воспринимаем эти слова, мы с помощью этих слов вносим их в себе, представляем, мы создаем какую-то интеллектуальную реальность. То есть слова привязываются к фактической реальности, но когда уже слово появилось, уже слово создает новую реальность интеллектуально-духовную. И, значит, вот эта вот фраза, что я забрал мечом и луком, так она очень сильно здесь на эту фразу очень много есть комментариев и так далее, но здесь интересно, знаете, что мечом и луком, значит, это его мудрость и его молитва, говорит Раше. Значит, меч и лук, мудрость и молитва. Значит, мудрость и молитва, что из них мудрость, что молитва, как вы думаете? Меч это мудрость, говорит устная Тора, а молитва это как лук. Почему? Мудрость, ты должен сразу решить, что делать. В каждой ситуации человек действует, исходя из своей мудрости. Он своей мудростью принимает решения, он своей мудростью пытается понять, что с ним происходит. Причем мудрость, она очень ограниченно влияет на реальность. Почему? Мы видим здесь, вот в этой главе, которую последние два дня мы читаем, первое, что мы увидели. Яков говорит Юсефу, я даже увидеть тебя не надеялся. 22 года я думал, что ты мертвый, а оказывается, ты живой, и я даже внуков своих вижу, твоих детей. Теперь Юсеф приводит благословлять детей, он уверен, что первенец это Минаше, а Ефрая младший сын, а Яков берет и благословляет их в другом порядке. То есть мы видим, что мудрость, на которую человек пытается полагаться, она его часто подводит. То есть ты вроде все понимаешь, а вообще все идет не так, как ты понимаешь. А вот молитва, она как лук. Молитва, она стреляет, лук же стреляет далеко, мудрость это рядом. То есть ты вот тут вот, меч, он рядом воюет. А стрела, она стреляет далеко. И вот человек молится. Он молится, он говорит, я не знаю, как я получу это, я не знаю, как я там заработаю деньги. Как Яков, когда убегал от Исава, Исав хотел его убить, и он перешел реку, и есть вот этот псалом, который передает его слова в этот момент. Он говорит, Яков, широмолот, песня восхождения, Исайнаэляарим, подниму глаза к горам. Да, маам я во Изри, откуда придет мне спасение? Есть еще переводят, что Изри, это не только спасение, а и жена. Он говорит, тут у меня жена появится, у меня нет ничего, ни работы, ни дома, ничего у меня нет. И он себе же отвечает, Изри ми им ашем, значит, помощь мне придет от Бога. Осе шамам варес, Бог, который сделал небеса и землю, так он уже и придумает, как сделать мне помощь. И получается, что вот этот вот молитва, это как лук, оно далеко стреляет, и ты не знаешь, как оно попадет. Но молитва, она как раз, опять же, и он забрал мудрость, то есть мудрость важна, но и молитва, но она работает так, как мы не знаем, как она работает. Все, значит, вот этот вывод, который можно сделать из сегодняшнего урока, что нужно изучать мудрость, мы изучаем мудрость, сегодня мы какую мудрость выучили, что даже самые мудрые, такие как Юсеф и Яков, иногда они не знают, что будет дальше, и они могут в своих расчетах очень сильно ошибаться. Даже самые мудрые из мудрых могут ошибаться в своих расчетах, и не могут себе даже представить, что Всевышний для них приготовил. Теперь, но, самый простой человек, он может молиться Всевышнему о чуде, и Всевышнему чудо пришлет. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня, кто посетится легкого поста, значит, можете скачать книжечку по ссылке, послушать уроки других лекторов, сегодня много есть уроков про 10 ТВ, я поэтому не буду про это рассказывать, значит, всем удачи, успехов, хорошего дня, благословения, и чтобы Всевышний, есть такая благословение, очень хорошее, чтобы Бог, чтобы Бог выполнил, наполнил все запросы твоего сердца, то есть молитва, это как запрос сердца, для твоего добра. Все, всем удачи, успехов, чтобы молитвы исполнились для добра.